Всем привет, это канал Казак ТВ. У нас для вас интересные видео челленджи. Сегодня будем мы состязаться, рубиться будем. А какой челлендж у нас сегодня будет? Почем? Вилли. Ой, я сдаюсь сразу. Пока. Вилли по кругу. Вилли с препятствия. Вилли с одной рукой. Это все ты перечисляешь, все то, что мы не умеем. Да, придется учиться. Ради контента. А я, кстати, ну, моя кошечка на техобслуживании. А я сегодня, ну, понял, я фуру тебе даю еще, потому что я на хорошем, но немножко не моем велосипеде. Чувак, давай, чтобы корчь в кадр не впихивать, я тебе, ну, на моем помощи. Давайте начинать на первый выпуск, я думаю, будет весело. Вы повеселитесь, поржете, а мы как регули попробуем что-то вам показать. Да, сегодня будет регуль видео. Челлендж, кто больше регуль. Регуль видео челлендж. Так, пожалуй, я не могу. Регуль челлендж. Давай придумаем наказание тому, кто проиграет. Чувак, а у меня такие страшные мысли в голове, знаешь, искупаться в болоте с крокодилами. Да, конечно. А я тебе всегда говорил, что ты не на маде. Нет, не в крокодилах. Знаешь, по веревке в придурках было, когда он лез, чувака, ему все за курицу ссунули. А газу аллигатора будет хватать. Ничего бы в жизни не полезно. Тебе надо доктору показаться и все ему рассказать. Вот это все, что тебе в голову приходит, все расскажи доктору. Все как весело бы было. Ну что, придумаем мы наказание какое-то? Кто проигрывает, тот на следующем футчике съедает дабл дёнар. Нет, двойной, вот тот, который луной, чувак. Вот такой, как скибочка арбуза. Думаю, да. Фу, бляй, чувак, я не могу. Двойной. Он как твой шлем, чувак. Я не съем, даже если заставляли будет. А наказание за невыполненное наказание просто страшное. Бутылку водки. В аквариум как ул. А, как ул. О чем ты, конечно? Давай начинаем. У и фа. Ты первый. Прошу вас, Ломан. А я по часовой. А, пожалуйста. Как вам будет удобно. Странно, все должно быть в порядке. Почему у меня не получается? А что, Дмитрий, вы готовы? К публичному позору. Давай, только хотел сказать это слово. Публичный, может, елку. Дмитрий, публичный, кто на пони сегодня будет кататься? Блин, чувак, страшный позор на пони. Чувак, ты домой должен на пони поехать сегодня. Я твой велик заберу. Нет, на пони загрузить велик? Сбоку приторочить. То есть я поиграю, и тот катается на пони. А позор страшный. И фотку в инстаграм делают с пони. Согласен? Сок страшный. Давай. Ну, понял? Ну, в любом случае... Ну, пока я проиграю. Я в плюсе. Я хочу покататься на пони. Фотку в инстаграме и подписываешь мой любимый пони. Дай мне бог силы выиграть два заезда. Это классно. Просто если у пони есть ограничения по весу, я могу не попасть. Хотя я худею, конечно, в последнее время активно. Но может пони немножко прогнуться. Поехали. Пойдем так. С виленцами. Челлендж номер два. Ехать в вилле. Въехать на этот подъем. И остаться на вилле и ехать дальше прямо. Ну, то есть, как бы, ну, преодолеть это препятствие, но не прекращая вилле. Это челлендж. Я взорву, попробую. Мне надо отыграться. Я проигрываю. Я не хочу ходаться. Он не смотрит на тебя уже. Он уже оценивает тебя. Но это не считается. Надо проехать. Это зачет. Пунь. Должен не смочь. Конечно. Что? Ничья. Негодяй заехал туда. Ладно. Сейчас вилле с одной рукой. Снизу вверх. Посмотрим, кто дальше протянет. Здесь немножечко проезжаем вилле. А где-то вот с вот этого момента, где бровка начинается, убираем одну руку. И кто дальше протянет наверх? Ну, по очереди, конечно же. Чувак, тебе что-то не везет, но у него. Мне хоть где-то везет. Это было ужасно просто. Это было очень некрасиво. Ты смотри какой. А ты куда, Дмитрий? Да, что-то похоже, что у меня нет шансов. Дмитрий, я смотрю, так домой ездит после покатушек с одной рукой. А второй пьет воду. Сейчас судорога у Ромки начнется. Что-то тебе как-то взявит, братан. Все плохо. Да. А у тебя в первый раз было лучше. Да. Это мой результат. Можно не переснимать. Да. Я хоть где-то могу выиграть. Дмитрий, тут вы, конечно, победили в шестую. Шанс на пони про кодицу Романа увеличивается. Да, да, да. Принимаем ставки. Давай сделаем тотализатор. Первый раз ты выиграл, во второй раз было нища, в этот раз я выиграл. У нас получается поровну. Да. Следующий челлендж будет решающий. Следующий челлендж это проехать по этим ступенькам вилле сверху вниз и вилле дотянуть до елки. Пока верим, постараться. Это будет непросто. Роман, вижу, хочет первым выписать. Я вот крючка, там кто это? А второго, а все еще. А погода хорошая, хоть раз на гоупро поснимаем красиво. Я чувствую победа приближе ко мне и ближе. Очень хорошо. Оно вот так вот тепло. А у папки-то еще есть порох в пороховицах. А, кстати, надо сказать, что идею совершенно замечательную с пони нам завернули. Сказали, что пони, видимо, кушала мало. И нас не вывезет. Даже Дмитрия. Даже не меня. Только для детей. Да, только, говорит, для детей совсем уже. А вам все нравится рубрика, поддержите ее, конечно же, лайками, репостами. А мы поехали среди новой локации. И накидывайте наказаний в комментариях. Да. А сейчас посыпется человек там, ну, просто прыгнуть с дома, убиться на спектр. Прыгнуть в яму со змеями. Тормозуху вену. Я знаю, нас смотрят изощренные ребята. Конечно. С богатой фантазией. Не то, что мы. Но с пони. Пусть проехаться. Да, ну, погнали, попозоримся еще немножко. Челлендж, который придумал Роман, пусть сам про него и расскажу. Очень хороший челлендж. Значит, смотрите все. Очень внимательно, это важно. Едешь просто на двух колесах. После этого едешь в вилле, съезжаешь с тронки и заезжаешь на ту губку. И надо усидеть и продолжить дальше. А важно я первую попробую? Покажу сразу, что я не могу это и поеду домой. Ну, подожди. Ты же, ну, лавровый венок одевал же, но за one-hand вилле, это, конечно. Не, ну, это сочный круг. А, нет, конечно. Признаюсь, это непросто. Да, я начал расстраиваться на первых двух попытках. Ну, а это с первой сейчас заедет, смотрите. Спокойно. А я, ну, хотел фах показать и что-то вот такое показал. Понял под конец? А я же сказал, что с первого раза сделать, потому что он просто тут каждый вечер катается. Это было читерство. Но это, получается, опять ничья чем-то. У нас утренительное положение. Да. В финальный челлендж решили мы сделать, кто дальше проедет вилле. Ну, потому что уже не знаем, как мы оба проезжаем идти и идти и препятствия. У нас сейчас ничья. Решили взять прямую, которую тут больше 100 метров, метров 200, наверное. Люди есть как раз препятствия, обезжать. Ну, и кто раньше сдастся, кто-то проиграл. Я раньше сдастся. А наказания еще нет. А наказания еще нет. С пони облом. Никто не знает, что нас ждет. Едем. Погнали? Так что, Дмитрий, чем вы планируете заняться вечером? Не отвлекайте меня. Подписывайтесь на наш канал. Показывайте пальцы вверх. А я уселся и вроде как удобно. Но последнее дело, что я видел рекорд Фабио. У него есть видео. Его рекорд 40 минут. От лица канала Казак ТВ мы хотим выразить огромную благодарность. Мы его тегнем даже, наверное. Фабио. Фабио. Фабио Вимье, который, да, он, собственно, вдохновил нас. Идея и вдохновитель. Челленджи, да. Спасибо ему огромное. Мы будем поддерживать теперь этот формат видео только на нашем языке. Да, потому что Фабио, смотрите. С нашим регульным катанием. Да, Фабио нам далеко. С Фабио интересно смотреть, но он почему-то разговаривает даже не на английском, а на немецком. И все же незаконное катание у Фабио. Нельзя повторить. Нет, понятно. Все невозможное. Нет, вообще нельзя. Ну, просто, ну, он один такой. Вилли Безрук, ты что это? С ума сошел? Кто тебе разрешил? Ладно, катайся сам, зачем ты видео снимаешь? Да, видео Безрук, фу, Вилли Безрук, это, ну, это незаконно. Ладно, от Фабио перейдем к нашему челленджу. Сегодня выиграл Роман. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите в комментариях свои наказания, идеи для наказания для наших. Это не обязательно может быть велосипедное. Вы хотя бы пожалейте о нас, пишите такое, что не заканчивается смертью. Но в разумных рамках и за самую лучшую идею мы подарим, как всегда, ништяки. Конечно. Даже могу подсадать. Крабик подтвердит, что мы ништяки дарим. Он их получил и сказал, что... Американские ништяки, может быть. И американские, и неамериканские, и немецкие, и какие угодно. Ты смотри, как было. Всем пока. Разошелся. Всем пока. До следующих встреч на челленджах, наверное, уже острова Хортица. Посмотрим. По вылетам давай порубимся. Пока.